На Таманском полуострове сегодня создают по сути новый промышленный район. Здесь строят два морских порта Тамани-Кавказ, которые войдут в число крупнейших в России. 9 лет назад на территорию пришел первый инвестор. Компания Таманнефтегаз начала строительство комплекса по перевалке нефтепродуктов. Новые проекты развития полуострова во время вертолетного облета обсудили советник президента страны Игорь Левитин и губернатор Александр Ткачев. Вместе с ними на борту целая рабочая комиссия представителей федеральных министерств и ведомств. С высоты хорошо видно, как изменился ландшафт старейшей территории Кубани. Построены газы и нефтеперевалочные терминалы. Таманнефтегаз – удачный пример сотрудничества бизнеса и государства. На недавней встрече губернатора с главой компании Мишель Литвак рассказал о том, что в проект вложили полтора миллиарда долларов. Через порт проходит 10,5 миллионов тонн углеводородов. Российский газ и нефть идут на экспорт. Таманнефтегаз – крупнейший налогоплательщик Темрюкского района. Другой крупный проект уже краевой. Строительство сухогрузного морского порта на Таманском полуострове обсуждают уже на совещании. Экономика ориентирована на экспорт. Стране нужны дополнительные мощности по перевалке зерна, угля, серы и минеральных удобрений. Развитие портов на юге страны – поручение президента. Детали проекта сухогрузного порта Левитин и Ткачев обговаривают с частными инвесторами. Дополнительно предстоит построить железную и автодороги. Мы сегодня приехали посмотреть, как работает частный порт Таманнефтегаз, потому что они вышли на миллион тонн грузов. Просто начинали проект на голом месте, вот смогли добиться таких результатов. Но вы знаете, что мы хотим еще здесь развивать сухогрузные потоки, потому что нам нужно под уголь, под зерно, под железорудное сырье. И мы рассматриваем возможность строительства такого порта. И частные инвесторы, которые здесь находятся, они обратились с просьбой, что они тоже готовы развивать инфраструктуру под сухие грузы. Строительство крупного сухогрузного порта с участием государственных и частных инвестиций для края – проект важный, если не сказать больше. Если сегодня через Тамань проходит 3 миллиона тонн зерна, то в перспективе через 5-7 лет будет в 10 раз больше. Только от транспортных узлов, от потоков грузов, их наличия мы имеем порядка 25% доходной части, части во все уровни бюджета. Мы свой морской потенциал используем достаточно успешно. Тамань – это наше будущее. Это то, что будет кормить не только сам Таманский полуостров и жители, это рабочие места, достаточно доскооплачиваемые, но и, безусловно, всю территорию нашего края. Поэтому, конечно, мы со своей стороны будем следить очень внимательно за экологией, экологической частью. Мы, естественно, будем все это проводить через экспертизы, государственные, общественные слушания. Мы все заинтересованы, чтобы эти проекты были по всем образцам и европейских стандартов. Развитие еще одного порта «Кавказ» тоже в числе приоритетных не только для Кубани, но и для страны в целом. Инвестиционный проект предусматривает строительство автопаромного комплекса и создание транспортно-логистического центра. Новые порты Тамани возьмут на себя большую часть грузов, которые сегодня принимают Новороссийск и Туапсе. А самое главное – экспортный поток пойдет не через украинские порты, а российские. Евгений Вольский, Яна Москаленко, Сергей Плотников и Денис Москаленко. Таманский полуостров, 9 канал.